Время возвращать долги. Предприятие Чуваш Автотранс, единственный в регионе государственный перевозчик, некогда обслуживающий городские и пригородные маршруты, междугородние и межобластные, сейчас предприятие банкрот. Острый вопрос долги по зарплате. На эту тему и вообще о пассажироперевозках в республике сегодня в программе «По существу» поговорим с Сергеем Александровичем Ехатином, заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ситуация непростая, она часто меняется. Сегодня, на 8 июля, как обстоят дела с выплатой зарплат? Ранее была информация, что из республиканского бюджета выделили 57 миллионов. Что с этими деньгами, как выплачивать зарплату? Добрый день еще раз. В целом хочу сказать, что на июль месяц 2019 года задолженность по зарплате составляла более 90 миллионов рублей, а конкретно 97,5 миллионов рублей. После чего было принято главой Чувашской республики решение о выделении дополнительных денежных средств из-за резервного фонда Чувашской республики в размере 57 миллионов рублей. После этого, какая работа была произведена нами, мы запланировали и провели выездную встречу с инициативной группой населения, где рассказали о планах действия по выплате задолженности по зарплате. В последующем, 14 июня 2019 года решением арбитражного суда была изменена календарная очередность с приоритетом погашения зарплаты перед другими кредиторами. И в последующем мы заключали договора о цессии с работниками и платили напрямую работникам их зарплату. На сегодняшний день все денежные средства, которые выделены были из резервного фонда, они поступили на счета работников. Это все 57 миллионов рублей. Оплачивалась задолженность с июля по декабрь 2018 года. То есть мы оплатили зарплату 719 сотрудникам. На текущий момент осталась задолженность в размере 35 миллионов рублей. Это с января по май 2019 года. Как будет гаситься эта задолженность? Данная задолженность будет гаситься уже за счет реализации конкурсной массы, которая выставлена на торги. Это в настоящий момент на торгах находится 8 объектов недвижимости и порядка 200 автобусов. Общая стоимость более 300 миллионов рублей. Можете уточнить, что за объекты недвижимости? Это объекты автостанции, производственные базы в различных районах. Это и в Чебоксарах, в Шумерле, в Козловке, в Ядрине. А сколько будут идти торги и когда ждать следующих выплат? Торги в целом они сейчас уже идут и в июле месяце будут проведены окончательно. Июль, август, сентябрь. Это все по календарю. То есть порядок реализации имущества утверждается конкурсными кредиторами и в последующем выставляется на всеобщее обозрение. Есть ли какая-то дата, который полностью погасит долги перед работниками? Прогнозируется такое? Да. Нами утверждена дорожная карта по выплате зарплаты. Крайнюю дату мы ставим с сентября месяца 2019 года. Смотрите, от того, что нет единого перевозчика, пострадали ли межмуниципальные перевозки? Межмуниципальные маршруты не пострадали. По всем межмуниципальным маршрутам, которые ранее обслуживала Чувашавтранс, осуществляют деятельность частные перевозчики. Идет поэтапная замена транспортных средств. То есть вы видите, как и в городе Чебоксар идет обновление подвижного состава, так и по всем межмуниципальным маршрутам Чувашской республики идет поэтапная замена транспортных средств. Сейчас проводятся торги. Мы считаем, что до конца года данные торги завершатся. То есть по всем межмуниципальным маршрутам, которые ранее обслуживала Чувашавтранс, торги будут проведены. Автобусы и маршрутки ходят по тому же расписанию, какое было и до этого. Правильно понимаю? Не сократилось количество? Все то расписание, время отправления, время пребывки, оно сохранилось. И количество рейсов в том числе. Частные перевозчики, они надежные? Да, они надежные. Они имеют все сопроводительные документы, лицензии, проходят медосмотр, техосмотр. То есть все, что требует законодательство от перевозчиков, они его соблюдают. В Чебоксарах тоже идет замена транспорта, транспортная реформа продолжается. На дороге вышли автобусы большой вместимости, и на некоторых улицах, на узких, например, на Энгельсе, который рядом с библиотекой, им трудно развернуться. Как-то планируется это решать? Может быть, будут реконструировать дороги? На самом деле, в этом году в планах стоит реконструкция двух участков дорог. Это проезд электропорадчиков, четыре полосы, и проезд Ивана Яковлева. Это переходящий объект в рамках федеральной программы безопасно-качественной автомобильной дороги. По Энгельсе реконструкция не планируется, но мы считаем, что вообще техническая возможность проезда, как и среднего и большого класса автобусов, там имеется. Поскольку перед объявлением торгов и изменения в документ планирования приезжали представители автозаводов, то есть где производят автобусы, и мы испытывали вот эти все автобусы среднего и большого класса по проходимости на данных участках дорог. В принципе, это все возможности есть. Это все зависит от обучаемости водителей, то есть и сноровки. Сейчас еще продолжается закупка автобусов. Правильно понимаю, когда вообще закончится эта эпопея? До декабря 2019 года. Идет поэтапные торги, замена подвижного состава. Предварительно мы обговариваем с заводами о технической возможности поставки автобусов, потому что если мы в раз объявим эти торги, то невозможно. То есть Чубаксары с этой проблемой тоже столкнулись. То есть автозавод попал под санкции и не смог поставить необходимое количество автобусов. То есть изначально идет диалог с автозаводами о возможности поставки последующего объявления конкурсных процедур. Все маршруты будут заменены на автобусы или останутся все-таки где-то маршрутки. Не на всех маршрутах требуются автобусы среднего и большого класса. До 2021 года некоторые маршруты будут обслуживаться малым классом, а в последующем при увеличении пассажиропотока будет произведена замена на средний класс. Сергей Александрович, спасибо за содержательный и очень четкий разговор. Я напомню, что в эфире была программа «По существу».